Здравствуйте! В эфире программа «Управдом» в студии Наталья Бернацкая. Смотрите в этом выпуске. Сколько коммуникаций котельных по области нужно подготовить к зиме? Как изменятся тарифы на услуги ЖКУ для благовещенцев с 1 июля? Какие возникают сложности при ремонте фасадов? Для кого канализация может стать роскошью? И что стоит учесть при замене окон? Не переключайтесь, впереди обещаю много полезной и интересной информации. В области кипит работа по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду. Задач стоит много. Одних только котельных в Преамуре предстоит отремонтировать более 600. До осени коммунальщикам также нужно успеть подготовить 1820 километров тепловых сетей. Почти столько же водопроводных. Привести в порядок придется и канализационные сети почти тысячу километров. Жилищный фонд тоже обновят. Ремонт коснется 18 тысяч квадратных метров. Стоит заметить, кое-какую работу по подготовке к зиме коммунальщики уже и завершили. Запас топлива для котельных имеется. В первых числах июня на складах теплоснабжающих организаций был создан нормативный запас угля. При этом 293 котельных Амурской области на летний период остались без электроснабжения. Еще на 30 объектах действуют ограничения по подаче тока. Столь жесткие меры был вынужден применить поставщик электроэнергии. Филиал дальневосточной энергетической компании «Амурэнергосбыт». Причиной стали колоссальные суммы задолженности предприятий перед энергокомпанией. На начало июня общая сумма недоплат достигла полумиллиарда рублей, из которых более 300 миллионов накопилось только за последние полгода. Наиболее критическая ситуация складывается в городе Свободный, где долг перед ДЭКом составляет 78 миллионов рублей. На втором месте в списке должников Райчихинск с 75 миллионами. Тындинский район недоплатил 40 миллионов рублей. Около 30 миллионов задолжали Сковородинский и Благовещенский районы. Меньше всего должны энергетикам котельной Тамбовского и Белогорского районов. По 20 и 16 миллионов рублей соответственно. В Благовещенске существенно вырастет плата за коммунальные услуги для некоторых граждан. С 1 июля по увеличенным тарифам придется платить горожанам, в квартирах которых не установлены индивидуальные приборы учета. Тем, у кого есть водосчетчики, новые квитанции принесут только 1 августа. Это связано с тем, что начисления по приборам учета ведутся с задержкой в месяц. В среднем платить за воду и тепло жителям областной столицы придется на 10% больше. Для тех, у кого центральные тепловые пункты, горячая вода против прежних 120 рублей за кубометр обойдется в 128 рублей 71 копейку. Увеличится только стоимость 1 гигакалории, которая используется для подогрева холодной воды. С 1 495 рублей до почти 1 600 рублей. Для всех потребителей холодная вода теперь будет стоить 23 рубля 78 копеек. То есть подорожает на 2 с лишним рубля за кубометр. Примерно настолько же повысится и плата за водоотведение. Теперь оно обойдется в 24 рубля 61 копейку за кубический метр. Для жильцов новостроек могут ввести платежные каникулы по капремонту. Соответствующие пункты добавлены в комплекс поправок в жилищный кодекс, подготовленный Минстроем. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ уже рассмотрел их и рекомендовал к принятию во втором чтении. Обитателям новых домов не придется оплачивать капремонт в течение 3-5 лет. Точную продолжительность срока должны установить в регионах. От оплаты освободят дома, которые введены в эксплуатацию после даты начала региональной программы по капремонту. Сейчас они платят наравне со всеми. При том, что для новостроек действует гарантийный период, в течение которого ремонтом занимается застройщик. В семи благовещенских многоэтажках полным ходом идет капитальный ремонт. 16 домов уже готовы к сдаче, а на шести работы завершены полностью. Как говорят строители, они делают в домах в первую очередь то, за что проголосовали сами жильцы. Так, в доме по адресу Красноармейская, 67, глобальной реставрации подвергся фасад. Со строения сняли старую облицовку и скоро начнут делать новую. Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, что далеко не все жильцы рады обновлению. Дождь и штукатурки, пыль с толбом. Так выглядит начальный этап капитального ремонта фасада дома по адресу Красноармейская, 67. Зданию 64 года, но так основательно к его реставрации еще не подходили. Сейчас, говорят специалисты, самый шумный и сложный этап – избавиться от облицовки толщиной в 6-7 сантиметров. От шлакоблоков, которые скрываются за ней на последних этажах, штукатурка отходит очень плохо. Незамеченным, естественно, для жильцов ремонт не проходит. Более того, некоторые совсем не рады масштабным работам. Вообще, честно говоря, недовольны. Пыль, грязь, это долго растянуто. Дома вдирают, там штукатурка на века была положена. Ее просто надо было как-то откорректировать, а полностью сдирать не стоило бы. Об этом как бы все согласны, жильцы. Ну, он, считаю, у нас давно уже начался. Ну, где-то месяц уже. Моя мама недовольна. Просто они нам до кирпича отдалбливают. У нас дом без трещины, без всякое такое. Есть и такие собственники, которые недоумевают, почему ремонт коснулся фасадом, когда в их доме совсем другая проблема. Крылатая фраза Фаины Раневской, что толку чинить фасад, когда канализация течет. Так как эти дома не ремонтировались уже более 50 лет, казанализационные водопроводные системы прогнившие, перекрытия в наших домах деревянные. Они из-за текущей канализации, они мокрые подгнившие. Так или иначе, но решение ремонтировать фасад приняли сами жильцы. Заверили его на общем собрании собственников и передали в фонд капитального ремонта. И эту работу подрядные организации теперь намерены выполнить на 100% и даже восстановить то, что пострадало во время работ. Уничтоженные во время ремонта оконные откосы строители восстановят, причем за свой счет. Так же, как и демонтируют и обратно поставят решетки. Так что имущество, в которое собственники когда-то вложили деньги, не пострадает. Изначально на капремонт фасада отводили два месяца. Закончить его должны были в середине июля. Однако из-за сложности в демонтаже сроки могут быть сдвинуты. Зато в результате фасад будет не только красивым, но и практичным. В местах общего пользования, то есть где подъезды, будут заменены деревянные окна на металлопластиковые и также будут заменены входные двери. Ну и естественно будут выкрашены соответствующие цвета согласованные и атмосферостойкими красками. Качество проделанных работ проверит специальная комиссия. Она же оценит и другие объекты. В Благовещенске этим летом откапиталь от более 20 многоэтажек. Впервые по области организован строгий контроль за соблюдением правил благоустройства населенных пунктов. Его по инициативе руководителя региона ведет Министерство ЖКХ. В ходе плановых выездов сотрудники Министерства инспектируют наведение порядка в соответствии с правилами благоустройства и пожарной безопасности каждого из муниципалитетов. Причем внимание обращают буквально на все. На чистоту дорог, тротуаров, приладковой зоны. На побелку деревьев и бордюров, наличие отсутствия мусора и на то скошенали трава. И как работают городские административные комиссии. А также правильно ли ведется документация. Кроме того, главам городов и поселений рекомендуется к процессу наведения порядка привлекать местных предпринимателей. А жителей настраивать на то, чтобы свои дома, расположенные в частном секторе, они приводили к единому стилю. Например, заборы устанавливали одинаковые высоты и цвета для каждой улицы. Эти же рекомендации даются и в плане оформления фасадов многоквартирных жилых домов, магазинов и киосков, к ним прилегающих. По словам заместителя министра ЖКХ Алексея Тарасова, активную работу в этом направлении они начали вести в апреле. И всего за два месяца увидели результат. Города и села засияли. Особенно порадовали Ивановка и Ивановский район, Благовещенск и Белогорск. Уже и жители к этому относятся более активно, потому что мы сами понимаем, если на улице 10 человек у себя благоустроили, облагородили заборы, а 2-3 осталось. То есть это психологически воздействует и, скажем, к хорошему все тянутся и нас это радует. Потому что сейчас уже большинство граждан не ждут, пока им кто-то предложит навести порядок. В туалет с оплаченной квитанцией за услуги ЖКХ. Амурские коммунальные системы вновь ужесточают борьбу с должниками, будут блокировать им канализацию. Так называемые заглушки специалисты АКС уже начали устанавливать в квартирах должников. Специальный прибор монтируют в стояк отдельно взятой квартиры. Вода через них может уходить в канализацию, а более густая субстанция нет. На сегодняшний день долг потребителей перед ресурсоснабжающей организацией составляет 1,4 млрд рублей. За первые две недели лета недобросовестным абонентам уже разослано 800 уведомлений. Те, кто не успеют оплатить счета в 20-дневный срок, не смогут пользоваться туалетом и ванной комнатой. Как уверяют в АКС, эта мера законна и очень действенна. Только в мае путем канализационных санкций организация смогла взыскать с должников 3 млн рублей. Совет дома провел голосование по сбору денег на домофон. В результате набрали совсем немного более 50% голосов. А теперь всех остальных принуждает сдавать деньги, мол иначе просто закроют дверь в подъезд. Имеют ли право? С таким вопросом в редакцию правдома обратился Зиновий Винник. Вопрос телезрителя мы переадресовали юристу, специализирующемуся на вопросах ЖКХ. Они не имеют права преградить им проход в подъезд в связи с тем, что люди там проживают. В данном случае эти люди, которые не сдали деньги на домофон, не будут пользоваться домофоном в виде трубки, которой можно позвонить для того, чтобы к ним пройти. Но ключ от домофона им обязаны выдать. Не сидеть, не ждать, а украшать дом и двор своими руками. Такой девиз для себя выбрали жители Благовещенской пятиэтажки, что по улице Институтская, 13, дробь 5. Каждое лето они приводят в порядок все детские аттракционы. А в этом году решили разрисовать подъезды. Олеся Севаченко понаблюдала за веселым процессом преображения. Купили фасадную водоэмульсионную краску, покрыли всю стену. Ну и дополнительно взяли еще фасадную краску, чтобы именно уже использовать для рисунка. По мешку ротбанта и шпаклевки, пара килокраски, колеры и набор разноцветных тюбиков. А еще огромное желание благоустроить свой двор. Это все, что, по мнению Анжелы, необходимо для создания вот такого мультяшного шедевра, узнаваемого каждым ребенком. Это семья Барбаскина, из мультика, которые потеряли взорвать. То, что это малыш, Лиза, Гена, Роза, дружок и их родители, малыш, папы. Картину на подъезде вовсе не художница, а медсестра по профессии решила изобразить по просьбе детей, гуляющих каждый день в их большом и дружном дворе. Кого рисовать решали коллегиально, долго. В итоге остановились на крепкой семье собак. Барбаскины подчеркивают недостатки и достоинства всех детей. Если рассмотреть, например, каждого ребенка, вот, например, Розу. Она красивая, умная, худенькая. Она блондинка. Дети многие комплексуют, что они блондинки. Хотя вот в этом мультике показано, что Роза умная девочка, талантливая. Лиза Пухлая, дружок Шалопай, Гена Очкарик. Каждому по вкусу свой персонаж. А вообще предела для фасадных рисунков не существует. Благо, в интернете есть тысячи предложений, призванных облагородить любой двор. Для того, чтобы детям было радостнее. Ну, может быть, даже меньше мусорили. И даже взрослым есть чем заняться. Это же так весело рисовать, разокрасывать. Веселием в виде радужной раскраски жители этого двора занимаются каждый летний сезон. Помощи от кого-то не ждут, все сами. Поэтому на площадке всегда чисто и красиво. Единственное, о чем они мечтают – новая горка. На этой уже не раз дети ломали руки и ноги. А современная безопасная конструкция стоит отнюдь недешево. Жителям пока не под силу. Олеся Сиваченко, Роман Юдаков. Программа «Управдом». Говорят, ремонт хуже пожара. Но если грамотно к нему подойти и обратиться за помощью к профессионалам, то обновление помещения не покажется таким уж страшным. Евгения Соловьева знает секреты. Ей слово. Нет, это не вандализм, а всего лишь демонтаж старого окна. Леонид Владимирович недавно приобрел эту квартиру. И ремонт в новом жилье решил начать с установки окон. Тем более, они этого требовали. Долго мы выбирали компанию и пришли к выводу, что вот эта компания, она самая оптимальная по цене, качеству. Ну и самое главное, что профиль, применяемый этой компанией, отечественный. Он учитывает наши холода, климатические условия. То есть ширина профиля увеличена, увеличено расстояние между стеклами. Очень хороший эстетический вид. Действительно, используемый компанией профиль рассчитан именно на суровые российские морозы. Ширина стеклопакета составляет 40 мм. При том, что в этом профиле 4 камеры, у нее 70 мм толщина. При установке изделий, которые заказчик планирует установить, будь то окна, будь то балконный блок, вы достигнете в квартире полную тепло- и шумоизоляцию. А то, что в этом профиле еще и белая резина, вы придадите своим окнам дополнительное благородство. Установка одного окна занимает около трех часов. За это время мастера произведут демонтаж старого окна и установят новую оконную систему. Приятный бонус при заказе – москитная сетка в подарок. Помимо оконных систем, компания занимается остеклением лоджии и балконов, а также производит мелкий ремонт. Такой, как замена резинок, стеклопакетов и фурнитуры. Замеры бесплатные. По области мы выезжаем. Это тоже немаловажно. Потому что жители областей сейчас многие строятся и коттеджи, и приусадебные участки. Мы тоже это можем произвести. Хоть остекление. Причем, если коттеджные варианты, то можем сделать ламинированные окна. Окна со вставками. Дверные проемы точно так же устанавливаются. Двери из системы ПВХ фирмы «Кальве». Гарантийное обслуживание изделий составляет пять лет. Кстати, если сразу всю сумму вы оплатить не можете, компания предлагает систему беспроцентной рассрочки до полугода. А постоянным клиентам предоставляется скидка. Кроме оконных систем, здесь же можно заказать и дверь. Все изделия делаются под ключ. Опытные мастера берутся даже за самые сложные заказы. Установив такую оконную систему, вы забудете, что такое промерзающие стекла, а уличный шум больше не сможет нарушить ваш сон. Евгения Соловьева, Андрей Цветков, программа «Управдом». И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите нашу программу и в интернете, в социальных сетях «Одноклассники» и «Фейсбук», а также на сайтах tv-город.ру и «Порт Амур» в разделе «ТВ-проекты». Если у вас есть коммунальные беды или наоборот удачи, звоните нам по номерам 773-445 и 777-201. Приятного вечера! Скоро встретимся снова! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова